Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока, вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Взять себя в руки и выложиться по максимуму. Такая задача стоит перед каждым участником. Однако выступать перед камерой и жюри, как оказалось, для многих очень волнительно. Некоторые даже забывали слова и от переизбытка эмоций не могли продолжить выступление. Участники могли проявить себя в двух номинациях. Это песни с фронта и строки «Опаленные войной». Некоторые показали себя и там, и там. Подумала, что пою, а почему бы еще и не попробовать себя в новой номинации, чтобы прочитать стихотворение. Думала, если найду хорошее, значит прочитаю, не найду, но тут оно и подвернулось. В телефестивале приняли участие бичане, а также жители соседних районов. Конкурсанты пытались удивить жюри не только талантом. Кто-то пригласил скрипачей, а кто-то устроил на сцене настоящее представление. Что касается костюмов, то некоторые заранее продумали свои образы. Мы хотим передать ощущение девушке, которая служит на фронте, и девушке, которая находится в тылу. Которая ждет. Заявились на патриотический конкурс не только солисты. Были выступления в дуэтах. Кроме этого, на сцену вышли два хоровых коллектива. В отборочном туре приняли участие больше сорока человек. Кто из них выступит в финале проекта, пока неизвестно. Сейчас жюри активно совещается, а команда «Бийской медиагруппы» готовит ролики к эфиру. Первые клипы вы можете увидеть уже в начале апреля. Они будут доступны к просмотру на официальном сайте газеты «Бийский рабочий», в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», а также в эфире «Бийского телевидения». Напомним, что итоги патриотического телефестиваля подведут 9 мая, в День Победы. Финалисты примут участие в праздничном концерте, который состоится на Петровском бульваре на главной сцене. Кристина Мелехова, Андрей Сегаев, Иван Зяблицкий. Будни. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok